Добрый день, дорогие друзья, уважаемые любители футбола! Мы рады вас приветствовать на поле Академии Спартака имени Федора Федоровича Черенкова и ЮФЛ-1 и матч с участием Академии Футбольного Клуба Родина и Краснодара. Но теперь на очереди проверка с действующим чемпионом ЮФЛ-2. На секундочку, да, именно в прошлом году команда Краснодара 2007 года рождения одержала победу. Это третье противостояние сегодняшнего икрового дня между Родиной и Краснодаром. Каждый из них получает сегодня свой шанс. А получишь ли шанс на 11-метровый удар Родина? Но желтая карточка это малое наказание. А удастся ли преступление преобразовать в забитый гол? Мы сейчас узнаем. 88 номер. Берет разбег, бьет и отправляет мяч точно вверхом. 1-0 в нашем матче на 10-й минуте. Без шансов. Амаров здесь реализовал удар. И вроде бы угадал направление мяча Егор Постриган. Да, разбегается, бьет. И это было крайне опасно. Во вратарский угол бил. Действительно, Ревазов вот так обвел стеночку и наносил удар по направлению верхнего угла. Атакует Краснодар. И бьет в дальний угол сейчас. Сейчас мы еще раз последим за ударом Ревазова. Следует подача опасно. Как же было опасно в этом эпизоде. Арсен Ревазов бьет, но Росляков. Но что касается моих симпатий, я никого ни к чему не призываю. Росляков это просто номер один на позиции вратаря. Даниилян, хорош касание. И дальше получает передачу Арман. Выход один на один. Передача на Павлова. Два ноль. Сергей Павлов. Его скамейка точно молчать не будет, потому что все празднуют успех. А теперь звучит финальный свисток. Арман Даниилян. Великолепный прорыв передачи на Павлова. И уже пустые ворота были перед Павловым. Который установил окончательный счет в первом тайме. Открыл этот самый счет у Магомед Тамаров. Долго сохранялась интрига. Такой скользкий счет. Но выстояла Родина.